На базе корпорации развития Республики Карелия созданы 9 центров, которые ведут сопровождение бизнеса по различным направлениям. Задача Центра о сертификации, стандартизации и испытании – повышение качества карельских товаров и услуг и рост их конкурентоспособности. Одним из направлений этого центра является привлечение предприятий Республики к работам по подтверждению углеродной нейтральности в рамках поддержки рынка зеленых инноваций. Сократить или предотвратить выбросы углекислого газа в окружающую среду уже стремятся некоторые карельские предприятия. Подробнее об этом и не только в новостях экономики. Фирма «Торговый дом Ярмарка» объявила о намерении пройти оценку величины углеродного следа своего производства и применения инновационной продукции. Такие задачи ставят перед собой немногие карельские предприятия. В переходе к низкоуглеродному производству регион отстает от России и зарубежья. Тем не менее, в республике уже имеются положительные примеры. И «Торговый дом Ярмарка» стал второй компанией, решившейся на оценку своего воздействия на экологию. Фирма «Торговый дом Ярмарка» – одна из ведущих компаний на рынке круп и бобовых в России, выпускаемых под брендами «Ели», «Браволи», «Ярмарка» и «Готово». Предприятие не останавливается на расширении ассортимента продукции, но стремится к экологизации производства. На заседании регионального правительства рассказали, что за 9 месяцев Карелию посетило 770 тысяч человек. Для властей республики привлечение бизнеса в Арктику по-прежнему остается приоритетом в развитии туризма, которое в свою очередь станет двигателем прогресса экономики карельских муниципалитетов. По словам главы республики, объектом колоссального притяжения сегодня являются занесенные в список ЮНЕСКО карельские петроглифы. Сейчас развиваем инфраструктуру, но мне кажется, надо активнее работать здесь с бизнесом. Нам с вами в этом смысле, конечно, придется очень серьезно вкладываться в Беломорск. Придется вкладываться в Беломорск, в его инфраструктуру, дороги, мосты и многое другое. Потому что без этого, конечно, сложно представить развитие туризма. Продолжение следует...